Телекомпания «Вид» представляет. «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Аплодисменты. И эти совершенно необычные гости нашей программы. Все это для вас. С новым наступающим 2000-м годом. «Первая тройка» в студию! Итак, за новогодним барабаном поля чудес Евгений Васильевич Гущин, город Муром А Виктория Григория Глинка, город Ельня И Илья Маржак, город Москва Какие великие фамилии, какие великие имена и какие великие дела за каждым именем Давайте вспомним сегодня хотя бы некоторых из них, кто прославил Русь в этом тысячелетии Мне кажется, вы немножко неправильно одеты для сегодняшнего вечера, во-первых А во-вторых, для собственного положения Так мне кажется Могу ли я просить вас переодеться? Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается И пусть это немножко не по-русски Я сейчас хочу вспомнить немножко, ну чуть-чуть пусть Скандинавия Андерсон, помните? Из детства крибли, грабли, бомбс Евгений Васильевич, вы по профессии? Слесарь Я хочу представить вам прямого потомка Ильи Муромца из села Карачарова Вика, ваша фамилия? Да Глинка Прямой потомок великого композитора Глинка в студии Вот стоит перед вами правнук Маршака Вот это прямой потомок великого рода Рюриковичей Вот он перед вами, потому так и одет Вспомните, Рюрик, Тругор и Синеус пришли править на Русь Вот это прямой потомок А вот кого собрали мы сегодня в студии Нам очень приятно, что и муромцы, и глинки, и маршаки Славные фамилии, потомки великих родов Вот это тысячелетие, это история России Меж тем игра, игра Я прошу вас, вращайте, пожалуйста, барабан Вперед, вращайте барабан Мы поговорим сегодня с вами о Новом Годе Это естественно У меня к вам вопрос Это уже теперь Внучка Внучка Можно вас на секундочку? Идите сюда Идите сюда Как вас зовут? Лена Ой, Лена Леночка, здрасте Вы вообще знаете своего... Она в каком поколении уже теперь у нас? Она пра-пра-пра-пра Это сколько пра? Если я в 28-м, то она уже лет еще за два колена Вы в 29-м поколении, да? А, что ты знаешь об Илье Муромце? Я знаю, что его 30 лет и 3 года ноги не держали Что ты говоришь? Ну и как? А дальше? Дальше к нему пришли коллеги-перехожие Кто? Коллеги-перехожие Кто это? Это такие прохожие, их раньше так называли Меж тем, это очень интересно Вы не дадите мне соврать Я единственное, что помню, что знаю Что был необыкновенный силы человек Согласно легенде Меж тем, хотел бы заметить Вы подтвердите это Рост, что был, между прочим, 177 сантиметров По тем временам буквально великан Кстати, скажите, пожалуйста А вот вы вдвоем потомки муромцев? Или кто-то еще есть? Здесь у нас еще есть Где, 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 да где? Шибаева Валентина Михайловна Где Валентина Михайловна? А это вы? Я к вам подойду, если вы позволите И вы тоже муромка? Тоже из муромка Один, буквально один вопрос Вы на самом деле, это легенда Я всю жизнь знал, что это сказка Вы-то сами верите, что это, что у вас был такой Вы глубоко заблуждаетесь Он действительно был, Илья Муромец И это не легенда Это потом уже люди сделали легендой Ну хорошо, перейдем к игре Итак, задание на первый тур Новогодние подарки французы называют «Этрен» Это слово означает не только подарок, но и... Но и... Что, кстати, очень символично Что еще означает это слово? У вас сто очков, я поздравляю вас Это первые предновогодние сто очков Буква «С» Буква «С» Неверно! Ну что, прошу вас, мадам Вы по профессии? Я студентка Вы студентка? Я студентка юридического факультета Еленского филиала Смоленского гуманитарного университета Когда вы закончите, вы будете? Юристом У вас в роду Вы всегда носили фамилию Глинка? Нет, у нас все с разными фамилиями Я взяла бабушкину девичью фамилию Поэтому я Глинка А в вашей школе никогда не дрознили? Ну то, что... Ну почему не дрознили? Когда я говорила, что вот это вот Мой дедушка показывала на портрет Михаила Ивановича Глинки Мне говорили, ты чего? Откуда ты упала? Ну, я ждала своего момента Я знала, что тот смеется Тот, кто смеется в последний Дождались? Дождалась С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Счастьем! 250 очков! Буква! Буква И! Буква И? Нет, к сожалению Такой буквы здесь нет Ну, к вам естественный совершенно вопрос Откуда Рюриковича в роду? Рюрикович в роду от моей бабушки Которая носила фамилия Липунова Известный род на Руси Род Липунова Бояре Липунова были И вот отсюда Ветх идет к Рюриковичам А у вас в школе? Ну, Рюрикович у меня никто не дразнил Потому что никто не знал Вон он пошел Рюрикович Я себе представляю В школе вообще мало кто знал, кто это Да А так, в общем, нет Все было в порядке Единственное, что говорили, что вот Маршак У меня была проблема в детстве У меня был ужасный почерк Говорили, что вот У тебя такой прадедушка А вот ты так вот пишешь плохо Мол, нехорошо И меня все время потрунивали Начиная с детского сада 250 очков! Ну, буква? Е Ага Давайте, крутите барабан У меня к вам вот какой вопрос Я ведь специально попросил вас Во-первых, не тяжело ли это носить? А? Пока нет Говорят, был человек легендарной силы Лошадь на плечах носил Верно? Похоже А вы? Я нет Я лошадь не подниму Но мешок 50 кг поднимаю Сколько килограмм? 50 А все, в роду все мужики, да? Почему все? Всякие бывают Очень сильные были А что такое «очень»? Даже воз сено зимой Мой дед Возил в гору вместо лошади Воз сено Зачем? Затем уж и жалел лошади Жалел лошади? Да Сектор шанс Сектор шанс на барабане Значит, вы берете трубочку Пожалуйста Я нажимаю кнопочку Одну секундочку Я сейчас попрошу Телефон в студии мне дадут Не забудьте поздравить с Новым годом Кто-нибудь из взрослых Будьте любезны Из взрослых Кто-нибудь Дайте телефон 6-9-44 Кого попросить? Люсю Люсю Значит, с Новым годом Люся Дальше задание Если она отвечает правильно Я посылаю ей новогодний подарок От Поля чудес Люся Алло Это мне бы Люсю А? Люсю Я слушаю Это Муромец Здрасте Это с Поля чудес Илья Муромец Будьте любезны Позовите букву Она прям слуха Какое задание? Вот Задание какое? Я что-то Да какая разница С Новым годом Новогоднее задание Ну называй Любую букву Она может целое слово сказать Я же ей подарок пошлю А? Французское слово Напоминаю Французское слово Алло Да Скажите, пожалуйста Какое слово может быть Французское Под Новый год? Под Новый год? Да Действительно Ой, не знаю Черт его знает Я могу назвать Буква И Какое оно Французское Может быть Слово Под Новый год? Слова не знаю Она уже Выпила Вы спросите Вы выпили? Слова не знаю Слова не знаю Точно выпила Ой, до свидания Забыла сказать Ну ладно Теперь все Слова не знает Но выпила Выпила Это счастье П Павел Да Мадам С Новым годом АПЛОДИМЕНТЫ АПЛОДИМЕНТЫ Говорят Говорят Что Талант Передается Через Поколения Говорят Что на Следующем Поколении Талант Отдыхает Так Говорят Вы как раз Через Поколение Вы музыкируете Нет Вот как раз Сейчас Он отдыхает Что Говорит Нет Нет Вы Совсем Совсем Никогда 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 Боженький мой. А в роду кто-нибудь? В роду мама. Мама играет? Да. Вот как раз там не отдыхала. Сектор «Капитал» на баровании под Новый год. Хотите рискнуть? Два новогодних мешка. Хотите рискнуть? О, новогодние мешочки! В студию! Я, пожалуйста, сюда. Ах, нормально. Ах, может быть. Мадам. Ах, так и хочется. Такие беленькие чулочки. Что вы на меня смотрите? Я могу взглянуть и в тот и в другой. Вы в моих глазах прочтёте всё. Вот, вот, сейчас посмотрите. Вот я смотрю сюда, теперь смотрю сюда. Теперь смотрите, в этом глазу отражается этот мешок, а в этом глазу этот. Так, поймёте. А? Тогда вон тот мешок. Какой? Вот этот? Да. Вы прочли здесь? Вы выбрали этот мешок? Ах, ха-ха-ха-ха-ха. Нехорошо, что так заканчивается Новый год. Нехорошо. Для нас нехорошо, что так заканчивается Новый год. А для вас счастье, что он так начинается. Вы выиграли. Прошу вас, это ваше. Передайте, пожалуйста. Теперь, минуточку, отдайте всё. Вот здесь больше вообще ничего не осталось. А здесь, естественно, были наши традиционные. Убирайте это всё. А была другая. Как хороши. Как свежие были розы. Вы довольны? Да. С наступающим. Спасибо. Всё, что хотите. Всё для вас. Больше денег не осталось. Более того, вы можете назвать даже букву. Буква К. Буква как? К. А вы, потомок Рюриковичей, буквально сейчас, в эту секунду, прошу вас, можете стать, как и был ваш великий предок, первым финалистом капитал-шоу «Поль-Джесс». Может быть, вас кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Я бы с удовольствием подарил подарок. Я хотел бы рассказать немножко, потому что, как бы, писатель у нас был в роду не только Маршак, вот эта книжка Маршака, Санула Яковлевича. Это первая книжка. Это книжка его сестра. Немногие знают, что Елена Ильина, которая написала одна из самых известных, её книжек была «Четвертая высота», это его родная сестра. Который снят фильм? Абсолютно. Это вторая книжка. Есть ещё третья книжка. Это брат Санула Яковлевича, Эм. Он тоже написал много книжек. И вот это одна из них. И вот недавно вышла книжка. Ваша? Нет. К сожалению, нет. Вышла книжка, это мой папа перевёл английские стихи и песенки. Тоже я хотел бы вам подарить. С низким поклоном. Будьте любезны. Примите в библиотеку музея капитал-шоу «Поль-Джесс». Эти новые поступления перейдут в музей уже в новом тысячелетии. Спасибо вам огромное. Низко тронут. Сто очков. Буква. О. Что? О. Верно. Абсолютно точно. Такая буква здесь есть. Откройте нам, пожалуйста, букву О. Как я и говорил, мы потомок великого рода, наследник великой фамилии, великих традиций, можете быть первым финалистом капитал-шоу «Поле чудес». Вы скажете слово. Я буду вращаться в барабан. Я слушаю вас. Я хотел еще подарить одну маленькую книжку. Вашу? Нет, не мою, это книжка из библиотеки Машака, мы хотели ее вам подарить. Можно книжку в студию? Книжку в студию! Ва! Боже мой! Что означает сейф-фолиант? Сейф-фолиант – это сборник гравюр, но я надеюсь, что это будет самая большая книжка в вашем музее. Это сборник сатистических гравюр. Потрясающе. Кому принадлежал? Первоначально. Первоначально он принадлежал Образцову, но это вот так вот перешло в библиотеку Машака. И вот мы с удовольствием ее передаем в музей. С низким поклоном принимаю от «Поле чудес», от независимой телекомпании «Вид», будьте любезны, с великой предосторожностью. 500 очков на барабане. Буква? Р. Какая? Р. Р? Вы будете вращать барабан? Да. Я прошу вас. Я, кстати, не могу совместить вашу профессию и эту одежду. И это настолько трогано. Вообще в этом удобно, кстати. Да ничего, чувствую себя. Мне плохо. Леонид Александрович, так мы ехали вдвоем, то Валентин Михайлов имеет честь подарить вам тоже кое-какие подарки. Так Валентин Михайлов на пусть и выйдет. Будьте любезны. Это вам, значит, из славного города Мурома подарки. А теперь вы должны испить водицы с муромской земли. Я хочу рассказать тебе, деточка, почему твой этот 33 года лежал на печи. Вот, собственно, потому что кто-то ему однажды сказал, ты должен немножко и дедок дал. Ой! Вот, из заповедных муромских лесов. И, опа! Опа! А это из моего сада. А что это? Божественный напиток. Это на 33 года? Этого вам на 33 года не хватит. Это точно. А что это? Облепиховый сок. О, 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 о. Так. Так, и теперь вы должны, так сказать, снять пробу. Пусть он сначала снимет пробку. Сначала князьям. Мы смерды. Так, а что это вы ему половиночку? Боже не хочет. Не хочет. А я хочу, значит. Ну, не дожить мне до третьего тысячелетия все-таки. Не дожить. А вы? Леонид Аркадьевич, я, так сказать, информацию немножечко дам. Что этот напиток необыкновенный. Приготовлен из специального, просто сказать, уникального рецепту. И вода здесь используется из источников, которые оставились после скока копыт коня Ильи Муромца. Вы точно уверены, что это от копыта? Ваше здоровье. Ваше здоровье. С Новым годом. С Новым годом, деточка. С наступающим двадцатым тысячелетиям. Дай вам Бог. Господи. Блеск. По-моему, у вас и плечи пошире стали. Ну, и не только плечи, кстати. Я так думаю. У меня стало шире. Всего вам желаю. Богатырского здоровья. Я так думаю. Вот в двухтысячном году появится после приема вот этого напитка новый богатырь Илья Якубович. Спасибо, конечно. Варвара Леонидовна бы подросла. Ну, значит, так тому и быть. Простите, случайно не навеяло, кто будет матерью? Я могла бы вам составить компанию. Вы? Всего доброго. На этом продажа программы заканчивается. Мы встретимся с вами под утро. У нас есть несколько времени. До встречи с Ильюшей. Дорогая. Мы займемся этим позже. Сектор приз на барабане. Решение. Приз. Приз в студию. Ну? Что вы хотите? Я? Я сумму какую должен назвать, да? Я вообще спрашиваю. Что вы хотите? А, я хочу приз. Что вы? Да ладно. Да быть того не может. Как о сестра, о дом, а сделать из села Карачарова город. Давайте. Не юг Карачарова. Давайте. Новый год? Какой? Двухтысячный. Двухтысячный. Давайте с этого и начнем. Две тысячи рублей. Я предлагаю вам, мы не открываем этот ящик. Нет. Две с половиной? Нет. Три. Только три. Третье тысячелетие. Три тысячи рублей. Только три. Тогда три тысячи рублей можно новые доспехи купить. Ничего нет. Три с половиной? Только. Четыре. Четыре с половиной тысячи рублей. Да, да. Пять. Только приз. А куда меня-то куда понесло вдруг, неожиданно? Смотри, Новый год, видимо. Ну, 7 тысяч. Нет. А? Нет. 7 с половиной? Нет. 8. 8 с половиной? Только приз. 9. Только приз. 9 с половиной тысяч рублей. Только приз. 10. Только приз. 10 тысяч рублей. Да. Что? Только приз. Долларов. Крикнул американский соловей-разбойник. Поналетала здесь груда неизвестно чего? 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Ну, за полтора часа до третьего тысячелетия. 10 тысяч рублей. Только приз. Будьте любезны, вы же сестра, если нетрудно, иди с другой стороны, держи дядю. А вы с той стороны, держите. Он 33 года, неизвестно где находился все это время. От капитал-шоу Поле чудес. От независимой телекомпании Вид. Приз в студию. Вам приз от Ижмаш Мото. Все для этого мотоцикла вы ощутите настоящий комфорт Наконец-то в России появился свой символ свободы. Иж, это стиль жизни. Отныне это мотоцикл ваш. Вот ваши ключи. С Новым Годом! На счастье! На счастье! Давайте аплодировать! Ну что? Садись! Иди, внучата! Иди, Муромка! А слово можно назвать? Что? Слово назвать можно? Вы сейчас... Почему таким тоном? Что я вам сделал плохого? Ничего особенного. Вы куда меня хотели сейчас? Вы какое слово? Я знаю вы сейчас, что под Новый Год. Садись, деточка. О! Хмуриться не надо, Лада. Это что-то. Боже мой, как он меня испугал. Я представляю с наступающим Новым Годом мою жену. Гущину Валентину Федоровну. А вы больше с ней? Моих детей. И их детей. Жители нашей улицы, в коей я являюсь уличкомом. И всех тех... Чем вы являетесь на улице? Уличкомом. И всех тех, кто меня знает. С наступающим Новым Годом! Прошу вас, займите свое место в зрительном зале. Мадам, что вы... Ну так что означает это французское слово? Начало. Господи, Боже мой! Начало! Конечно же, начало! А вот и первый педалист кеминалу шоу «Поля чудес». Первый педалист новогоднего «Поля чудес». Илюшенька. А, это, ради бога. Идите сюда. Евгений Васильевич. Я вас... Да. Разрешите мне... Конечно. Дело в том, что наш самый первый предок, о котором было упоминание, защищая своего короля, сломал меч. Ну так вот, я хочу вам подарить не сломанный меч. И пожелать вам в Новом Году и в следующем, и в следующем никогда не терять головы и не ломать мечей. Спасибо. Но я сказал вам, я предупреждал вас, что сегодня совсем необычный Новый год. Мы подумали о каждом. Мы хотим одарить каждого из вас. Великий подвиг, который совершил ваш предок. Известен любому сидящему в зале. Может быть, он, конечно, легендарный. Но, тем не менее, победа над Соловьем-разбойником известна каждому из таких лет. Пусть сегодня этот подвиг станет реальностью. В студию Соловья-разбойника! А как же! Пусть у вас в семье живет и поет на здоровье. Самые настоящие Соловушка. Поставьте, пожалуйста, вот сюда. Это Соловей. Но все-таки я хотел бы от имени капитал-шоу «Поле чудес», от независимой телекомпании «Вид» сделать вам подарок, который навсегда стал символом вашего рода. Подарок в студию! Пусть этот меч навеки останется в селе Карачарова. Примите на память. Примите. Вы меня несказанно поразили тем обстоятельством, что вы не музыцируете. Тем не менее, в память о вашем предке мы хотели сделать вам маленький подарок. Пусть это хотя бы напоминанием служит о том, что он умел делать. Полное собрание сочинений «Глинки» в студию! Пожалуйста, передайте. Вот это все, что написал «Глинка». Вот это все для вас, вам лично и музею. Подарок от нас в студию! От капитал-шоу «Поле чудес», от независимой телекомпании «Вид». «Глинкам» в студию! Вот этот орган отныне ваш. Вот это самая настоящая история музыкальная, теперь ваша. Ваш дед, простите, ваш прадед был известен, как вы уже только что упоминали, как великий переводчик. В этой связи примите от нас с благодарностью и с Новым годом. Вот эту маленькую изящную штучку, которая вам поможет владеть любым из тысячи языков. Электронный переводчик! В студию! С русского на любой и обратно. Прошу вас. Говорит и показывает Москва. Работают все радиостанции и телестудии Советского Союза. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Вторая тройка игроков в студию! АПЛОДИСМЕНТЫ И вновь в эфире новогоднее капитал-шоу «Поле чудес». Вторая игровая тройка. Татьяна Константиновна Сабинина, Виктор Дмитриевич Белопахов и Владимир Ильич Толстой. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Дмитриевич Белопахов. Город Саратов. Сусанины перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Ильич Толстой. Фамилия говорит Савар за себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте любезны, прошу вас к барабану. Вращайте барабан, ваш ход. Мы поговорим с вами сегодня о новогодних подарках. Вот задание на второй тур. Во многих европейских странах существует магия первой ноги. То есть, человека, первым пришедшим в дом в Новый год. В Шотландии он должен принести с собой бутылку виски, лепешку и еще кое-что. Сто очков на барабане. Буква. Буква Йо. Буква. Что? Йо? Ах, вот так оригинально. Нет, неверно. Такой буквы здесь нет. Прошу вас. Так. Представить себе не могу, потому что, видите ли, фотографии вашего прапра не сохранились. На этом показано. А вы сами по профессии у нас? Военный летчик. А вы военный летчик. Первого класса. Нет, это видно по бороде. Надо сказать, конечно. Нет, просто удивительно, удивительно, просто удивительные сравнения. А время спрессовано в секунду. Вы подумайте, Сусанин, фамилия Сусанин, военный летчик. Вы посмотрите. Вам никогда не говорили, что вы похожи на своего прапра? Да? Вот поэтому, даже по портрету. Просто что-то потрясающее. Сейчас мы продолжим этот разговор. О, сектор, приз на воровании. Ваше решение. Приз. Приз в студию. А вы же из крестьян. Да. Вы же понимаете, что такое. Известный крестьянский род. Ну, я и говорю, вы же крестьяне. Вы же понимаете, хозяйство, дом держать надо. А дети, фитюльки какие-то городские. Согласитесь. Точно. Да? Да? Да. Вот две тысячи рублей. Я могу, кстати, с вами в злотых торговаться. Может, это вам ближе? Нет, я таких не знаю. Три тысячи устраивает? Три тысячи. Три с половиной. Четыре. Четыре с половиной. Пять. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одну минуточку. Давайте поздравим этого человека с Новым Годом. Спасибо. И вы будете довольны в любом случае. Поднимем бокалы и издвинем их разом. От капитал-шоу «Поле чудес». От независимой телекомпании «Вид». Подарок в студию. Новогорний подарок третьему тысячелетию. В студию. Вот это вам на память от нас. Примите на память эти аплодисменты зрительного зала. И этот клавесин, эту музыку. И новое тысячелетие. С Новым Годом хочу поздравить. С Новым счастьем. Леонид Аркадьевич, будет ли у меня возможность передать привет? Конечно, прошу вас. Я хочу передать привет и поздравление с Новым Годом. Добрые пожелания прежде всего своей семье. Жене Риме Николаевне, сыну Сергею, дочери Татьяне и внукам Леночке, Сереженьке и Димочке. Будьте все здоровы. Спасибо вам огромное. Ну, присядьте. Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Будьте любезны, я прошу вас, возвращайте барабан. Ваше сесть, можно вас на секундочку? Наследник, идите сюда. Ну да, что называется, мы пойдем своим путем. Ваше сесть, что? Ваше сесть, что? Очень приятно. Давайте ручку. Пойдемте, Ваше сесть, что? Пойдемте. Расскажите нам, пожалуйста, про своего папу. Папа кто? Папа кем работает? Александр Тим. Директором Толстым он работает. Что вы говорите? Умничка моя дорогая. Что мы умеем делать? Хулиганить. Вы умеете хулиганить? Да. Серьезно? Давайте, идите на хулиганте здесь. Медал? Это мы здесь хулиганим. Правильно? Давай, хулигань. Конечно, они себе могут позволить. Вам удобнее стоять здесь? Идите, вставайте, друг мой. Вам тут удобно? Удобно? Очень хорошо. 300 очков. Я просил бы вас называть букву. Если вас... Буква У. Буква У. Верно. Откройте букву У. Такая буква здесь есть. Откройте нам, пожалуйста, букву У. Будете вращать барабан. Назовите слово сразу. Уголь! Уголь! Абсолютно точно мы аплодируем второму педалисту, капитал шоу «Полителес». И я прошу вернуться сюда за барабан человека, который завел иностранцев не лезь куда. Мы каждому из вас приготовили некоторые подарки. Ломоносовский фарфоровый завод приготовил специально для вас сюрприз. От производства, названного в честь вашего предка. Сервис в студию! Вот сюда, пожалуйста. То, что произошло с вашим предком, мне кажется, исключительно из-за некой нелепости. Я думаю, произошло это из-за полного недопонимания. В истории какая-то вкралась ошибка. Мы хотим эту ошибку исправить. К Новому году! Подарки! В студию! Сначала то, что должно было изначально быть у вашего предка. Мы хотим преподнести вам, во-первых, компас. Это раз. А во-вторых, вот этот русско-польский разговорник. Может быть, они друг друга просто не поняли. Это в качестве милой шутки вам с Новым годом. От всей телекомпании «Вид» с наступающим Новым годом. Подарок потомку Сусанина в студию! Примите на память это фоторужьё. Подавай вам Бог. Живите долго. И с честью несите эту славную русскую фамилию. Будьте любезны, его сиятельству графу Толстову и музею подарок в студию к Новому году, к Новому тысячелетию. Примите на память этот компьютер. И вот эту дискету с полным собранием сочинений Альба Николаевича Толстого. Дай Бог, пригодится ведь, согласитесь. Сейчас, одну секундочку, одну минуточку. Я в Толстову подарок в студию. Ах, вот как. Пожалуйста, будьте любезны. Это вам, ваше сиятельство. Вот эта машина теперь ваша. Нет, 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 нет. Так мы ничего не увидим. Будьте любезны. Идите сюда. Отпусти уже, это не твоя. Идите сюда. Идите сюда, это ваше. Это вам. Ага. Все. Анимел. Мне бы очень хотелось, чтобы подарок к Новому году достался и этой. Маленькой продолжательнице великого рода. С Новым годом. С наступающим. Подарок в студию. Здесь еще есть один потомок. Серьезно? Да. Кто? Где? Сергей Геннадьевич Овчинников. Что же вы раньше-то? Идите сюда. Слушаю вас. Леонид Аркадьевич, это изделие из зуба-кошелота, сделанное холмогорской кастерезной фабрике. Это приносится в дар музею поля чудес. С удовольствием. Сегодня же передается в музей. Я буду счастлив, если этот экспонат окажется в третьем тысячелетии. Это шкатулочка из матигорских промыслов. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. От толстых из Ясной Поляны. Пейте чай. Лев Николаевич, как известно, был на многие руки мастер пасека. Одно из любимых девочек. А, правда? Яснополянская пасека. Серьезно? Своя? Да. Одно из моих увлечений – верховая езда и лошади. Это потомственная. Да. Все толстые были наездниками. Мои дети тоже. Приглашаю вас в Ясную Поляну на Рождество, на замечательный иконный праздник, который проходит у нас каждый год. Спасибо. И, пожалуй, самый дорогой подарок – автограф Льва Николаевича Толстого. Подлинный. На его фотографии. Не вам, Леонид Аркадьевич, понятное дело. Вот. А вам от меня. Спасибо большое. Он это ест. Россияне? Я от кого-то уже слышал это выражение. Извините. Вы это слово услышите почти через час. Как мне кажется. И вновь в эфире гометал-шоу «Поле телес» третья игровая тройка в студию. Прошу вас. За новогодним барабаном «Поле чудес» Елена Алексеевна Тимошенкова, город Калуга. Юрий Владимирович Гирин, город Москва. Юрий Владимирович Гирин, город Москва. Я могу ли я и вас просить приобрести тот вид, в котором ходили когда-то ваши предки. Кремль, корабль, как известно, бум. Елена Алексеевна Тимошенкова, город Калуга, правнучка Циолковского. Юрий Владимирович Гирин, город Москва. Правнук Александра Сергеевича Пушкина. И Евдокия Васильевна Шереметьева, правнучка, праправнучка Шереметьевой Жемчуговой. Верно? Ну что, прошу вас, Елена Алексеевна, обращайте барабан, ваш ход. Вот задание на третий тур. Мы сегодня говорим о новогодних подарках. Вот задание. К числу новогодних праздников в Испании относится День королей 6 января. Сейчас это детский праздник, когда дети получают подарки, якобы привозимые королями. Что дети оставляют на ночь возле кроватки, ожидая короля? 350 очков, прошу вас, буква. Буква А. Буква А, неверно, такой буквы здесь нет. Прошу вас, вращайте барабан, ваш ход. Вы в каком поколении, Пушкин? Я в шестом поколении. В шестом поколении. Вы, значит, просите, а сколько? Праправнуч. Праправнуч. Вы прямой потомок? Да, по линии его старшего сына Альсана Альсан. Ага, великая фамилия, великая история, великая история Руси-матушки. 500 очков на барабане, буква? Н. Буква? Н. Н, Николай, верно, откройте букву Н. Такая буква здесь есть. Открывайте букву Н, вы, наверное, в пути вращаете барабан, ваш ход. Осталось совсем немного до встречи третьего тысячелетия. Просто хотел бы вам заметить. Можем вас спросить повторить задание? Что дети ставят в Испании перед домом, когда король приносит им подарки. 300 очков на барабане, буква? Р. Р? Нет, неверно, прошу вас. Ну, тут я обязан сказать ваше сияньство. Просто я обязан сказать ваше сияньство. Это ваша дочь? Да. А, ваше сияньство, тогда прошу вас сюда. Просто буквально ваше сияньство. Ну, как вас зовут? Настя. Настенька, это ваша мама? Да. И вы будете в третьем тысячелетии? Переводчиком с французского языка. Переводчиком с французского языка? Да. Ого-го! О. Будьте любезны, не можете ли вы сказать вашей маме, что у нее 350 очков, и попросите ее назвать букву на французском языке? Пожалуйста. Мама, у дисси, букле, ла-летка. Угу. Дисси, букле, мама. О. Что? О. Верно. Откройте букву О. Такая буква здесь есть, вы назовете слово сразу? Ну, наверное, если король приезжал, он приезжал на лошадях. Наверное, лошадей кормили сеном. Ну, вот же! Больше ничего! Абсолютно точно мы аплодируем третьему финалисту Комитал Шоу Поли-Через. Всем игрокам третьей тройки, я прошу вас, будьте любезны. Ваше сиянство Кмамам. Кмамам, я знаю, что ваш прадед женился на Вареньке Соколовой. Или Соловьевой, да? Соколовой. Соколовой. Совершенно верно. Жили они абсолютно небогато. И совершенно точно я где-то вычитал, что один раз в своей жизни вот этот великий человек, о котором мы сейчас учим в школе, дети это знают. Один раз в своей жизни в конце уже почти ел абрикосы. Вот я и хотела тут, правда, подарком немножко позже хотела подарить вам. Но сами к этому подвели. Я прав? Правы. И я хочу рассказать немножко эту историю, потому что это был действительно почти конец его жизни. Ему было уже 75 лет. И вот когда-то ему подарили первый в жизни паёк. Ну, то есть там была мука, там была крупа, ну, то есть самое необходимое. И вдруг ему дарят банку абрикосов, которые ни он никогда за свою жизнь не видел, ни его дети, ни его внуки. И он ходил по всему дому. А было у него семеро внучат, две дочери. И все жили в одном доме, вот где у нас сейчас музей, с огромной ложкой и с банкой абрикосов. И вот почему, по-моему, даже абрикосы есть. Вот эта ложка Константина Эдуардовича... Правда? Да. Серьёзно? Серьёзно. Это в семейный совет решил, что... Ну, сам Бог велел в музей. А вот это абрикосы уже не Циолковский. Это его ложка? Это его ложка. Слушайте, а можно я попробую? Можно. Я хоть раз почувствую себя Циолковским. А у него даже кончик ложки стёртый. Называйте меня теперь Леонид Эдуардович. Вот поклон-то низкий. Леонид Аркадьевич, вот в связи с этим, сами напросились. Мы всё-таки люди-музейщики. И вот мы нашли, ну, удивительную фотографию. Только вот происхождение мне, вы не объясните. Гениально. Это обсуждение его поля чудес. Слушайте, подождите, я сначала всем покажу. Какая прелесть. Спасибо вам огромное. Ой, как трогательно. С низким поклоном, с удовольствием. С Новым годом. Вам слово. Как вы знаете, Александр Сергеевич был потомком Абрама Петровича Ганнибала. Верно. Араба Петра Великого. То есть вы... Да, и мои корни тоже идут из Эфиопии. И в подтверждение этого я хочу вам преподнести вот такое вот небольшое. Это говорит о том, что род Ганнибалов продолжается и род Пушкиных. Абрам Петрович привез это из Эфиопии, когда Петр его приобрел. Это для погони слонов. Но поскольку сейчас наступает Новый год, следующий год в Эфиопии будет год слона. Вот это острием этим слона погоняли. А вот этим крючком брали за ухо и поворачивали. Это называется анг. Точно. Ну, знаете, получить под Новый год такой подарок, ну, знаете, я потрясен. Подарок в студию. Боже мой. Бог мой. Это? Это мой предок по линии Пушкиных. Кто это? Это прадед отца Александра Сергеевича. Тут мне просто нечего сказать. Мне просто нечего добавить. Ну, и мы подумали о вас немножко. Ваш прадед имел единственное средство передвижения. Но что он мог иметь? В общем-то, только велосипед. От капитал-шоу Полич Рез к Новому году. Подарок Сиолковским в студию! Это вам ставьте на добрую память. Скажите, пожалуйста, вы единственная наследница этой великой фамилии или кто-то еще есть в роду? Нет, у нас семья, конечно, не как семья Толстого, где 250 человек. У нас всего 11 человек. Всего 11. А самый маленький? Самый маленький, ему 13 лет. А 14-летний где-то здесь сидит. 14-летний здесь? А где 14-летний здесь? Мама дорогая, кому 14 лет? Вам 14 лет? А можно вас спросить на секундочку? У нас так... Можете хотите встать на подставочку? Потому что вас не видно за тумбочкой. Как вас зовут? Леша. Спокойно только. Идите сюда, Циолковский. Боженьки мои. Ё-моё, он выше меня. Знаете ли вы, чем занимался, чем знаменит ваш пра-пра-пра-прадед? Почему пра-пра-прадед? Пра-прадед. Извиняюсь, прошу прощения. Был неправ, погорячился. Чем он был знаменит? Построил ракету. Что он сделал? Построил ракету. И улетел на ней? Нет. Хотели бы вы продолжать путь пра-прадеда? Нет. То есть, вместо того, что вы... То есть, в космонавты... Не хочу. В шахтеры, значит? Нет. А кем бы вы хотели быть? Не знаю. Большое спасибо. Минуточку. А мы бы очень хотели... А мы бы очень хотели... Что-то обязательно должно передаваться из поколения в поколение. Я хочу, чтобы это осталось у вас на память об этой сегодняшней программе. Запомните, что вы Циолковский. Подарок в студию! От капитал-шоу «Поле чудес». От независимой телекомпании «Вид». К Новому году! Подарок в студию! Примите! Вот это вам. Вот этот телескоп. Отныне ваш. Я прошу, подойдите, пожалуйста. Я не знаю, будете ли вы любопытствовать звездами. Но пусть... Да-да, это самая настоящая штука. Да-да, смотрите, разбирайтесь. Пусть это останется у вас. От капитал-шоу «Поле чудес». От независимой телекомпании «Вид». К Новому году! Семье Пушкиных в студию! Пусть этот письменный прибор останется в вашей семье. Пусть этот дорогой письменный прибор останется у вас навсегда. Может быть, кто-нибудь вот этим стелом начертает тоже великие строки. Сколько всего Пушкиных на свете осталось? Ну, потомков очень много. Двести... Двести сорок шесть. Двести сорок шесть. Шереметьевых раскидало ведь тоже по всему свету. Да. По-моему, в Австралии. В Австралии, в Америке, во Франции. В Париже. В Марокко, да. В Париже, да. И вы знаете их? Да, знаю их. Но в России я одна. Мы подумали, подумали и решили. От независимой телекомпании «Вид», от капитал-шоу «Поле чудес», на котором исполняются любые чудеса. Я хотел бы, чтобы вот эта молодая дама, их сиятельство, графиня Шереметьева, тоже побывала в Париже. Путёвку в Париж! В студию! Мы так хотим. Мы хотим, чтобы вы встретились с вашими родственниками. Возьмите эту путёвку, подайте аплодисменты. Да, это вам. Примите на память. Я прошу вас, подойдите, пожалуйста, ко мне. Можно вас спросить? Ко мне. Идите ко мне. Можно ли просить вас за продолжение по-французски сказать нам рекламные паузы? Или хотя бы с наступающим Новым Годом? Бон-ан-э! Ну и что вы сидите? Вам же сказали бон-ан-э! АПЛОДИСМЕНТЫ И на нашем эфире капитал-шоу «Коле чудес» Новогодняя игра со зрителями! А вот эта микроволновая печь, этот великолепный набор получит тот, кто скажет мне. Ответ вот на какой вопрос. В Дании на Рождество и Новый Год принято дарить фигурки, выпеченные из теста или вырезанные из бумаги. Какая самая популярная фигурка в Дании? Маэстро, благодарю вас. Да, прошу вас. Козёл! Козёл! Абсолютно точно! Я прошу вас, выйдите к нам сюда в студию. Давайте аплодировать победителю игры со зрителями! Именно козёл! Наши друзья, производитель соусов, компания «Балтимор» «Балтимор» поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Всё это теперь отныне и навсегда для вас. Как вас зовут? Людмила. А можно просить вас по традиции? Можно. Давайте. Рекламная пауза! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вновь в пыли капитал-шоу «Балтимор» «Финал». А я прошу вас, прощайте, пожалуйста, барабан, ваш ход. И вот задание на финальный тур. В ночь, на второй день Нового Года, день Святого Степана, в некоторых деревнях Польши, было принято, чтобы молодой человек приходил к девушке сделать ей предложение. Что он должен был принести с собой? 250 очков, буква. Буква «А». Верно! Откройте букву «А». Откройте, пожалуйста, букву «А», будете вращать барабан сразу. Назовите слово. Я, правда, еще раз обращаю ваше внимание, это день Святого Степана, второй день Нового Года. Я постараюсь назвать слово сразу. Что вы говорите? Ну, это естественно. О, и сладострастно облизнулось. Конечно, до Нового Года осталось почти час. Ну, так что? Это вилка! Что? Вилка! Вообще, вы будете вращать барабан? Да. Что вы говорите? Да. Я есть сомнения. Я прошу вас не уходить. Вы неправильно назвали слово, и по правилам, по всем канонам нашей игры, я обязан был бы предложить вам покинуть это. Варнин, вы вращайте барабан. Я сейчас разговариваю с потомком великой фамилии. Ради Бога, прошу меня просить. Но, тем не менее, я хочу, чтобы в эту новогоднюю ночь вы остались за барабаном. Не уходите. Останьтесь. 250 очков. Буква. Тихо. Что? О. Что? О, пожалуйста. О. Такая буква здесь есть. Откройте букву «О». Вы будете вращать барабан? Или, наконец, мы когда-нибудь дождемся Нового года? Рюмку в студию. Не понял. Мужчина приходит, женщина делает предложение... Нет, водки просто нельзя. Это потрясающе. Мы добрались до конца. Именно водка. Я аплодирую победителю. Последнего в этом тысячелетии поля чудес. Вот он перед вами. Граф Толстой. Быть может, это судьба. Я не знаю. Всем финалистам телевизор-рекорд. Обладатели золотой медали, знак качества 21 века. Рекорд. Отличный телевизор по отличной цене. С Новым годом. С новым счастьем. Вы набрали 600 очков. Поскольку у нас сегодня Новый год, то не повредит бутылка шампанского. 50 очков-то всего? Да. У вас еще 600. Набор елочных игрушек. Набор елочных. Когда вы их успеете повесить? 150 очков? У меня 50 минут, я думаю, что этого хватит. Пожалуйста, пожалуйста. У вас даже больше, чем 50 минут. У вас почти час, ну? Ну и пусть будет печь МКВ, поскольку моей дочери меня ругают за ее отсутствие в доме. Пожалуйста, микроволновая печь, набор елочных игрушек и бутылку шампанского в студию. Пожалуйста, бутылку шампанского сюда. Ставьте, 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 поставьте, пожалуйста. Предлагаю вам новогоднюю, последнюю в этом тысячелетии суперигру. Ваше решение? Безусловно, играть. Супер-призы в студию. Новогодние супер-призы в студию. Итак, сегодня под Новый год разыгрывается стиральная машина с программным управлением, кухонная плита, холодильник, между прочим, с сюрпризом, набор мебели от Федерации бильярдного спорта России. Огромный настоящий бильярдный стол. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И автомобиль. Итак, супер-игра и супер-приз бильярдный стол. АПЛОДИСМЕНТЫ Я задам один вопрос. Самый лучший новогодний подарок для родных и близких на греческом острове Лемнос. Шесть букв. Я разрешаю вам открыть любые. Обычно в данной ситуации при таком дорогом призе мы разрешаем открывать две, но поскольку двухтысячный год, я умножу эти цифры. На два, откройте четыре любые буквы. Я. Я. Н. Н. К. К. О. О. Я даю вам не одну минуту, а две, поскольку наступает двухтысячный год. Две минуты. Пошли. ПОДПИСМЕНТЫ Да, я готов. Что готов? В смысле сходитесь? А, слетать на остров Лемнос. И? И подарить в Новый год жителям этого города огромный камень. Спасибо. Граф, вы выиграли суперигру. И этот бильярдный стол отныне ваш. Я счастлив. Это последняя суперигра, но... Минуту. С Новым годом поздравляет вас телекомпания «Вид». А значит, дарит вам в этом году автомобиль. С Новым годом! С новым счастьем! Вот это и значит с Новым годом. Граф, я поздравляю вас. Поздавайте аплодировать с наступающим Новым годом! Я хочу, чтобы сейчас в студию вышли все те, кто принял участие в нашей сегодняшней игре. В студию, прошу вас, Шереметьевы, Сусанины! Я хочу при всех объявить еще одно. Приз победителю. Великолепная натуральная косметика от Ори Плейн. В Новый год, в Новый век. Возьмите с собою красоту, свежесть и стиль от Ори Плейн. Поверьте, Ори Плейн умеет делать подарки. Поднимаю бокал. Ваша честь. С Новым годом! С новым тысячелетиям! Сегодня в студии были потомки великих фамилий, наследники великих родов. Родов, которые прославили Русь-матушку. Я хочу, чтобы сегодня и вы за вашим новогодним столом каждый вспомнили своих предков, которые пусть в малом, пусть в великом прославляли нашу Родину и передали нам этот великий дар и великую ответственность. С Новым годом! С новым тысячелетиям! Ура! КОНЕЦ